Тысячи жителей области приняли участие в крещенских купаниях. Всего на 23 водоемах области священнослужители совершили чин великого освящения воды. Безопасность купания в этот раз обеспечивали не только медики и спасатели, но и кинологи с обученными собаками. За праздником наблюдала Екатерина Ковальчук. Крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора в Энгельсе начался в 11 часов вечера. Сотни верующих прошли с молитвами от площади Свободы до городского пляжа. Здесь по традиции состоялось освящение воды в главной Покровской купели. По словам священнослужителей, с каждым годом количество верующих, принимающих участие в крещенских купаниях растет. Ведь традиция погружаться в воду имеет богатую историю. По преданию, крещенская вода считается одной из величайших святынь. Она обладает целебной силой и долгое время не портится. Это очень древняя традиция, когда православный человек погружается в освященную воду, в Иордань так называемую. Конечно, в теплых странах с этим легче, в России, ну, все имеет свой такой особый колорит, особое значение. Конечно, поэтому здесь приходится людям немножко так вот потрудиться, как-то собраться внутренне. Очень важно не оставить молитву. Желающих окунуться в прорубь в этот раз было много. К купели выстроилась длинная очередь. Да и погода не подвела. В крещенскую ночь был лишь небольшой мороз, минус пять. Многие из верующих совершают омовение впервые. Говорят, ощущения словами не передать. Было очень было холодно, а потом как-то восторг просто. Не знаю, непередаваемые чувства. Очень приятно. Вообще не страшно. Главное решить. Чувствуется какой-то облегчение. Для омовения верующих в регионе было подготовлено 23 купели, возле которых всю ночь дежурили сотрудники спецслужб. Для обеспечения мер безопасности во время празднования Крещения Господня в области было задействовано более двух тысяч сотрудников полиции. Охрана правопорядка в Саратове и Энгельсе велась около мест, оборудованных под купели. Также здесь дежурили сотрудники ДПС и кареты скорой медицинской помощи. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.